Добрый день, уважаемые клиенты Cosmogon.ru Мы продолжаем нашу серию видео о приготовлении клеводоса Сегодня у нас самый ответственный этап Это непосредственно перегонка Брага у нас уже готова Процесс брожения после отжима Вторичный процесс занял у нас 12 дней Вот у нас здесь эта брага находится, уже осветленная Крепость составила 17 градусов Это даже больше, чем мы ожидали Но используя такие же ингредиенты И поддерживать температурный режим Порядка 25-27 градусов Вы без проблем добьетесь таких же результатов Напомню про то, что яблоки мы используем Погубные, практически не знаем какой сорт Просто два сорта, сладкие и кислые В итоге получили очень хорошего качества брага Теперь непосредственно перейдем к перегонке У нас уже процесс запущен Мы для этого используем аламбик Традиционный португальский То есть это тот самый аппарат Который понадобится вам для получения Настоящего качественного клеводоса Мы используем аппарат серии стандарт Это самая простая серия У нас уже аппарат данный используется очень и очень давно Не одна в десяток литров Перегналась уже на этом аппарате Отличаются серии аламбиков по конструктиву Сейчас расскажу более подробно Бывают три серии Это стандарт, премиум и люкс Стандартная серия в данном случае, как у нас Она, еще раз повторюсь, самая простая Соответственно, здесь мы имеем клепанные швы Изнутри они обработаны специальным герметиком пищевым На основе гипса и тикового масла Клепка также высокотемпературная То есть вариант довольно-таки герметичный Соединение лепединной шеи с дистиллятором у нас телескопическое То есть трубки просто вставляются одна в другую И также видим на дистилляторе у нас расположены два штуцера На выход продукта и на выход воды То есть подвод воды осуществляется вот таким способом Трубка загружается просто в дистиллятор Смысл этого этапа перегонки Нам нужно разделить на три этапа Это отбор головных фракций Отбор средней фракции То есть самого непосредственно качества кульводоса И отбор листовых фракций Также напомню, что перегонки мы будем осуществлять в два этапа То есть сегодня у нас первая перегонка А как только мы получим достаточное количество продукта Будем перегонять второй раз Делается это для того, чтобы добиться максимальной степени очистки И в то же время оставить необходимые эфирные масла непосредственно в продукте Вторая перегонка понадобится нам для того, чтобы добиться максимальной крепости продукта Это делается на всех типах аппаратов с отдельно стоящим дистиллятором Оснащенным прямым змеевиком, к которому также относятся и аламбик Вторая перегонка будет у нас осуществляться с уже готовым полученным продуктом Который мы сейчас получим с первой перегонки Этот продукт мы разбавим до 40 градусов Делается это для обеспечения безопасности Так как свыше 40 градусов спиртовые пары И сам продукт очень хорошо воспламеняется Разбавлять будем обычной чистой питьевой водой Это вполне достаточно для второй перегонки Более подробно остановлюсь на серии Серии аламбиков про стандарт я уже рассказал Также есть серия премиум В которых соединение лебединой шеи и дистиллятора Выполнено по резьбе То есть есть гайка Также есть дополнительный штуцер на подвод воды И соответственно подключение трубки подвода Осуществляется уже стационально Также имеется серия люкс Это самая высшая серия аламбиков В которой помимо резьбового соединения И дополнительного штуцера Соединения перегонного куба выполнены пайкой Пайка с использованием серебра Что очень хорошо повышает герметичность Самого перегонного куба Для перегонки в качестве нагревательного элемента Мы используем электроплитку Также очень эффективно используем газ Либо можно использовать индукционную плиту Что тоже очень удобно Так как мы можем выставить температуру Определенную для поддержания дистилляции То есть 80 градусов Для того чтобы перегонять на индукционной плите У нас есть специальные адаптеры для индукционных плит Так как медь не обладает ферромагнитными свойствами А эта прокладка позволяет нам перегонять на любой индукционной плите Используем очень удобный набор Это три спиртометра лабораторных и метрных цилиндров Все эти три спиртометра нам понадобятся Для того чтобы точно замерить крепость продукта На всех этапах перегонки Их здесь три штуки Под весь диапазон От 0 до 40 От 40 до 70 И от 70 до 100 И также мерный цилиндр Так как спиртометр довольно текленно И просто в какой-то обычной банке Замерить крепость будет нереально Потому что спиртометр будет упираться в дно А такой конструктив позволяет нам Удобно замерить крепость В любом этапе перегонки Практически онлайн Далее более подробно остановлюсь На самом процессе перегонки Как нам грамотно разделить его на фракции И как получить именно чистый продукт Смысл всей перегонки сводится к тому Чтобы получить именно среднюю фракцию Напомню, что спирт у нас кипит При температуре около 80 градусов А сам процесс перегонки Начнется у нас уже при 70 градусах Это мы поймем, как только начнется Первый выход продукта После этого нам нужно будет Убавить на 30% от мощности плитки Нагрев И отобрать 10% от предполагаемого выхода продукта На данный момент голову мы уже отобрали Расчет очень простой Допустим, у нас 10-литровый аламбик 7 литров из этого объема Это брага Так как заливаем мы на 70-75% Соответственно, мы уже можем заранее посчитать Сколько у нас должно получиться Чистого готового продукта То есть где-то в районе полутора литров То есть от этого объема 10% Это примерно 150 грамм Которые нам нужно отсечь Головы мы уже отобрали Они у нас вот в этом мерном цилиндре Как раз 150 грамм Отбираются они для того, чтобы исключить Попадание вредных веществ в основной продукт Так как при 70 градусах У нас начинают кипеть Самые легкопиящие фракции Это ацетон и по сути технически метиловый спирт Поэтому мы его очень легко отсекаем При расчете на гематическом способе Сейчас у нас идет процесс Отбора тела средней фракции Средняя крепость у нас На данный момент составляет Около 70 градусов Она будет чуть-чуть снижаться Смысл перегонки средней фракции Это не упустить тот момент Когда крепость упадет ниже 40 градусов То есть от 70 и до 40 градусов Мы отбираем среднюю фракцию Получится это где-то в районе полутора литров Дальше начнется процесс отбора хвостовой фракции То, что ниже 40 градусов Отбирается она, потому что в ней содержится Наиболее большое количество сивушных масел Которые также не желательно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok